МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Рада вас видеть. Лариса Станиславовна, первый вопрос, наверное, к вам. Массовые мероприятия у нас в регионе по-прежнему запрещены. Но 1 сентября нельзя никак не назвать массовым мероприятием. Как оно пройдет? Уже есть какое-то понимание? Нужны ли маски на линейке? В настоящее время, естественно, подготовка к линейкам идет в каждой образовательной организации. Потому что даже если это будет не в очном режиме, в любом случае для детей праздничные мероприятия будут организованы. Сегодня такой формат уже распространен. Мы с вами прошли уже выпускные вечера, последние звонки в несколько другом формате. То, что касается непосредственно линеек в Алтайском крае, будет чуть позже известно четкое и дата, и понимание, и количество детей на линейке. Потому что вариаций может быть большое количество. Это могут быть только первые классы, которые социальную дистанцию выдерживают и находятся на улице. Это могут быть первые и одиннадцатые классы. То есть форматы разные. Но, тем не менее, в каждой школе сегодня подготовка к линейкам идет. И вот после 20-го... Ну вот у нас вот на картинке, кстати, мы сейчас видим, ребят стоят. Это, естественно, прошлых лет запись. И они очень-очень плотно стоят. Но, как мы это привыкли, такого не будет. Конечно, по возможности педагоги будут пытаться детей разобщить. Но мы с вами прекрасно понимаем, что такое детское население, которое полгода не виделось. Прекрасно понимаем, да. И поэтому сегодня, конечно же, все должно проходить четко в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Поэтому сегодня каждый шаг в организации образовательного процесса прежде всего с рекомендациями нашего Роспотребнадзора. Ну, без масок обойдемся точно, как я поняла. Без масок обойдемся точно. А могут ли какие-то школы не открыться 1 сентября вот из-за того же коронавируса? Нет. На сегодняшний момент подготовка и приемка образовательных организаций Алтайского края завершена. Все школы готовы. И готовы именно к очному формату. То есть 1 сентября все школы Алтайского края откроют для детей двери. Мы сейчас о 1 сентября все-таки немножко поговорили. А какие правила должны соблюдать школы в дальнейшем? Ну, я знаю, очень много говорили о том, что перемены будут, перемены не будут. Как в классах какое количество ребят будет находиться? Вот об этом. То, что касается организации образовательного процесса, опять же, говорим о том, что все происходит четко в соответствии с методическими рекомендациями, которые подготовила федеральная агентство. То есть Роспотребнадзор. В настоящее время действительно все дети из того штатного режима, в котором мы привыкли обучаться, будут выведены. В каком плане? У каждого класса будет свой кабинет закреплен. То есть дети по кабинетам ходить не будут. Как это было всегда раньше. Традиционно. То есть наоборот, педагоги будут приходить к детям. То, что касается уроков физической культуры, пока позволяет погодные условия. Уроки физкультуры будут проходить на улице. А далее будем уже о формате проведения этих уроков рассуждать, когда наступят другие погодные условия. Но вот не выпускать детей из класса я вообще не представляю. Особенно маленьких, да? Вы знаете, вот как раз для этого сегодня в каждой школе готовится свой график. То есть каждая школа готовит скользящее расписание. Кто-то взял за формат, что одна параллель приходит к 8, вторая приходит к 8-15. То есть идет плавающее расписание внутри самого процесса образовательного. Поэтому перемены, конечно же, будут. У каждого класса точно так же по формату, как мы это с вами прошли во время единого государственного экзамена, будут определены площади, где дети могут находиться. Конечно, по возможности будем пытаться разобщить детские коллективы не конкретно внутри класса, а между классами, между параллелями. Поэтому сегодня логистика в каждой школе выстраивается по коридорам, по кабинетам, по лестничным пролетам. То есть у каждого класса своя логистика, свой график, свой маршрут, как они по школе передвигаются, как они заходят, как они выходят. Ну и в общем это будет как бы такая проба, да, скажем так, как можно в новых условиях учиться очно. Вы знаете, надо сказать о том, что пробу как раз нашей образовательной организации уже прошли в процессе, как я уже сказала, единого государственного экзамена. Мне кажется, это немножко все равно другое. Тем не менее, все, что касается термометрии, все, что касается санитарных норм и правил их выполнения, все это уже как бы школами пройдено. Ну а то, что касается большого количества детей, да, действительно, сложности больше всего ожидают большие городские школы. Те школы, которые у нас являются малокомплектные, которые находятся в сельской местности, работают в одну смену, у них практически проблем с размещением детей нет. А не может такого случиться, что в три смены начнем учиться, раз надо развести ребятишек? Нет, этого точно не будет, потому что, как я уже сказала, каждый класс, каждая школа сегодня уже подготовили свои расписания, свои нормативно-правовые документы, поэтому мониторинги идут в ежедневном режиме, как будет школа организовывать образовательный процесс. Поэтому ни о каких трех сменах речи быть не может. Поняла. А Галина Владимировна, вы заскучали, наверное, уже тут у нас, пока мы рассуждаем о школах. Как готовы к новому учебному году колледжа, да, вы наверняка знаете, и учреждения дополнительного образования? Потому что много где говорили о том, что учреждения дополнительного образования в этом году вообще не откроются, там вокальные какие-то, хореографические. Что будет? Как это все будет происходить? Надеемся, что все будет происходить в штатном режиме с 1 сентября. Сегодня учреждения дополнительного образования подготовили свои учреждения, прошла приемка к началу учебного года, проведены ремонты, и я думаю, что уже многие родители связались с учреждениями дополнительного образования, уточнили, какие программы сегодня будут реализовывать те или иные учреждения доп. образования. Сегодня идет запись во многие уже учреждения. С 25 августа начнется запись в краевые учреждения дополнительного образования. Учебный год планируется начать с 15 сентября. Некоторые ограничения будут, к примеру, такие коллективы, которые... Танцевальные, вокальные, массовые. Это же все рядышком как-то где-то. Массовые. Они просто выходят в другой график занятий. Они, конечно, будут смотреть за соблюдением количества детей, чтобы их не так много находилось в помещениях. Для них тоже существуют некоторые ограничения. Но, безусловно, первыми требованиями являются режим дезинфекции в тех помещениях, в тех кабинетах, где будут ребята заниматься. Здесь точно так же, как и для общеобразовательных учреждений, предусмотрены... Так же, как и для колледжей, наверное, да? Так же, как и для колледжей, предусмотрены прежде всего по требованиям, по методическим рекомендациям Роспотребнадзора соблюдение санитарных норм. Мы сегодня понимаем, что, говоря о масках, они, конечно, в детской среде здесь не предусматриваются. Для обслуживающего персонала это обязательная тема, потому что все-таки по взрослым другой подход. И там, где есть буфеты, там, где есть какие-то вот такие услуги, связанные с питанием, там, безусловно, для сотрудников будут предусмотрены масочные режимы. Ну, раз заговорили о буфетах и о питании, вернемся снова в школу. Недавно было принято решение, что ученики младших классов у нас будут питаться бесплатно. Все ли и все ли к этому готово? Да, в настоящее время Алтайский край полностью готов к реализации той задачи, которую поставил президент Российской Федерации. Все школы Алтайского края готовы с 1 сентября начать организацию бесплатного питания для учащихся первых-четвертых классов. Планово эта работа осуществлялась с января месяца. Все образовательные организации готовили пищеблоки, столовые. Опять же, возвращаемся в соответствии с санитарными нормами и правилами, которые обозначил перед нами Роспотребнадзор. То есть в настоящее время все, что касается организации бесплатного питания, все действия совместны с Роспотребнадзором. Поэтому с 1 сентября все учащиеся Алтайского края первых-четвертых классов будут обеспечены бесплатным горячим здоровым питанием. Вот горячее здоровое питание, когда звучит эта фраза, все родители и дети тоже думают, ой, ну сейчас нам опять дадут какую-то ерунду, которую кушать невозможно. Вот как изменится питание? Будет ли вкусно? Ну, вы знаете, я должна сказать, что питание и так в большинстве школ вкусно. Вы сами пробовали, да? Естественно, потому что мы в сфере образования работы, мы, конечно же, мы знакомы со школьным питанием очень хорошо. То, что касается сегодня меню, оно также согласовано с Роспотребнадзором. Меню витаминизировано, потому что именно в рамках бесплатного питания сегодня есть определенные требования и к самому меню. Если родителям интересно, как формируется меню, то можно познакомиться с методическими рекомендациями, которые разработал Федеральный Роспотребнадзор. Они находятся в свободном доступе. И вот как раз там есть глава, которая полностью посвящена тому, каким образом будет осуществляться питание. Вплоть до калорий, вплоть до рациона и той витаминизации, которая, в принципе, предъявляется к горячему питанию для детей. Продолжим тему школьную. Известно, что с начала сентября российские педагоги будут получать доплаты за классное руководство. Так ли это, Галина Владимировна, и какими будут эти доплаты? Да, сегодня система образования действительно... Мне кажется, это прям какой-то подарок, не знаю. Это серьезная поддержка педагогов, конечно. Сегодня мы понимаем, что большая работа проводится учителями по воспитанию, социализации детей. Конечно, это государственная федеральная поддержка, которая с 1 сентября будет выплачиваться в размере 5000 классных руководителей. Ежемесячно? Ежемесячно. Классным руководителям. Это дополнительная работа, и она дополнительно оплачивается за счет средств федерального бюджета. Необходимо заметить, что краевая выплата за классное руководство, она также сохраняется. Поэтому у классных руководителей будет два источника получения оплаты за свою дополнительную деятельность. Краевой бюджет и федеральный бюджет. Краевой бюджет, он сохраняется в полном объеме, по тем же правилам, которые были предусмотрены и предыдущие учебные годы и ранее. А вот краевая – это новая выплата. Мы даем сегодня разъяснение руководителям образовательных организаций, как это правильно сделать, чтобы не ущемить интересы, какие-то другие стороны деловых отношений, трудового договора с теми классными руководителями, которые будут эту функцию выполнять в этом году. Безусловно, предусмотрен дополнительное соглашение к основному трудовому договору на выполнение этой дополнительной работы. Потому что это сегодня тема, которая должна быть зафиксирована нормативным документом. Узнаю я, что 44 педагога у нас начнут работу по программе «Земский учитель». Может быть, я не права, там по цифрам поправьте меня. Какие критерии их отбора были и чем вообще привлекает педагогов наш Алтайский край? Действительно, в этом году еще одна новая форма поддержки учителей России – это федеральная программа «Земский учитель». На Алтайский край на три года выделено 119 мест. То есть мы можем сегодня, в этом году, 44 педагога принять в школы. Школы, которые считаются малочисленными, сельские школы в населенных пунктах до 50 тысяч человек. И здесь обязательное условие, что переезжает учитель из мест работы, где населенный пункт был больше, чем малочисленный. Это первое условие было. То есть нельзя было из одного сельского малочисленного переехать в другой. Второй момент. Учитель должен понимать, что он приезжает на 5 лет и уехать он… Не может. Ну, не может. То есть приехал отработать, обязан 5 лет. Да, обязан 5 лет. И, конечно, мы очень рады, что Алтайский край стал привлекательным для многих других субъектов. А возраст вот этих людей. В данном случае у нас уже определены победители этого конкурсного отбора. Это молодые люди в основном? От 20 до 53 лет. То есть разная возрастная категория. Разная категория, да. И, вы знаете, вот на эти 44 места у нас было практически более 200 заявок. Это хороший интерес, который проявили педагоги России вот к этой программе. Но это же все-таки денежная заинтересованность. Как они будут, что они будут получать? Миллион рублей – это та форма поддержки, которая… Миллион рублей, а 5 лет они должны отработать. 5 лет они должны отработать, да. Я поняла. И еще одна тема, которая сейчас очень актуальна. Спустя продолжительное время у нас открылись детские сады, да, Лариса Станиславовна? Все ли детские сады открылись? Какие меры безопасности там предусмотрены? И удается ли их соблюдать? Вот сейчас, кстати, детские сады. Но, опять же, детские сады, которые мы снимали раньше, до пандемии. Действительно, в настоящее время все детские сады в Алтайском крае открыты. Могут быть не открыты только те детские сады, которые по графику находятся в режиме на сегодняшний момент ремонта. Но это очень короткий график, не более двух недель. Поэтому все абсолютно дошкольные образовательные организации готовы к приему детей. То, что касается мер, они практически такие же, как и в школе. То есть точно так же входная термометрия, точно так же разобщенность детей. Но, в принципе, она и была в дошкольных образовательных организациях, потому что за каждой группой закреплено отдельное помещение. Даже проще, наверное, чем в школе. Совершенно верно. То, что касается площадок, где дети гуляют, они как раз тоже разобщены. То есть у нас дети и в обычном режиме группы между собой не соприкасались. Поэтому здесь, конечно же, все в таком штатном практически формате. А количество ребят в группе не уменьшилось? Осталось таким же, какое есть. То есть требований, Галина Андреевна сейчас уже говорила, требований к маскам, к ношению масок ни у детей, ни у педагогов нет. Это может быть желание педагога, если он хочет одеть маску или, вполне возможно, родители хотят ребенку на какой-то промежуток времени. Это, конечно, не запрещено. Есть одно очень такое жесткое достаточно требование. Это постоянное мытье рук. То есть детки после прогулки, после вхождения в группу, после какой-то деятельности. Ну да, это же малыши, они же постоянно где-то возятся. Да, то есть нельзя использовать дезинфекцию в том формате, в котором она будет использоваться в школах. Поэтому детки просто научены мыть ручки. И они постоянно как раз вот в таком вот сегодня режиме. Достаточно умилительно это выглядит, потому что деток научили родители за вот тот промежуток времени, пока они находились вместе с ними. Поэтому сегодня, пока нет никаких абсолютно тревог, обращений родителей, мы потихоньку входим в штатный режим. Ну и все-таки у нас скоро 1 сентября. Я надеюсь, все пройдет спокойно. И на дистант, как многие переживают родители, переходить не придется. Но это, наверное, все-таки, если мы будем соблюдать меры безопасности все. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Спасибо. А я напомню, что у нас сегодня в гостях были Лариса Терновая, заместитель министра образования и науки Алтайского края, и Галина Синицына, также заместитель министра образования и науки Алтайского края.